Юль, почему вас называют солнышками? Потому что все дома давно людей. Людей все дома давно разговаривают каким-то языком. Но почему солнечные дети? Потому что они все дома давно. Возьми, как солнечные лучики, бегают по целкам, потому что они есть, солнечные лучики. Как будто солнечко нас сияет вокруг нас, нас освещает. Они есть солнечные лучики для меня. Солнце, о чем, что это слово подразумевает? Тепло, да? Когда солнечно, значит тепло во всех смыслах этого слова. Тепло на душе, тепло физическое ощущаешь. Видимо, оттуда и пошло, что эти дети дают это тепло во всех пониманиях этого смысла. Даже в семье взять пример моего сына, как он нас объединяет. Первое время, я когда читала это раньше, я думаю, люди утрируют все равно, что они как-то объединяют, сплачивают даже отношения с семьей. Но это на самом деле так. Вот если он чувствует дома негативную обстановку, он нас всех берет за руки, вот не поверишь. Он берет своего отца или меня, сажает нас на диван, между нами садится, а так нас обнимает. Он с характером там, парень, если его что-то не устраивает, он и нарычит, и все что угодно. Но вот это в нем есть. Вот поэтому они солнечные, они теплые. Наверное, вот так, я так думаю, пошло. Что для тебя значит любовь? Любовь, как бабушки в парахах, в животе. Любовь, как смех, дарит насырение, яркие моменты, вспоминания о любви, мечтаем. Синдром Дауна, как принято считать, болезнью. На самом деле это не болезнь, потому что логически, если подумать, болезнь можно вылечить, а от этого диагноза не вылечишься никак. Это на самом деле генетическое отклонение, да, которое может произойти с любым человеком. В любой семье это может произойти. Вот так и произошло в нашей семье. Никто не думал, не гадал. Как говорится, вся беременность прекрасно проходила. Мы ждали мальчика, радостно ждали мальчика после двух девочек. И вот родился. Не очень радостно все это случилось. На тот момент для меня было более чем грустно от этого услышанного диагноза. От увиденного, можно даже сказать. Мне никто ничего не сообщил. Кстати, это отдельная вообще тема. Протокол сообщения диагноза. Сейчас над этим тоже будем работать. Это должно правильно все происходить в роддоме. Женщины должны преподнести так, как надо, а не так, как это было лично в моем случае. Никак. Просто вот ничего мне никто не сказал. Я сама на следующий день зашла и увидела. И до меня, как до студентки биологического факультета, просто дошло, что это с ним что-то не так. И что именно он похож на эти картинки страшные из учебников. Подумала, что просто жизнь закончилась у меня сейчас. И я больше дальше никогда не смогу жить так, как раньше. Я думала в первую очередь о своих дочерях. О том, что скажут на работе. Что скажут родственники. Как будут смотреть соседи. О том, что этот ребенок, как, как, что с ним будет. Я в тот момент не думала. Скажу честно. Я вела себя как-то эгоистично. Не знаю. Хотя я уже третий раз стала мамой на тот момент. Ну, в общем, я не знаю. Это был вот просто мир рухнул. Земля ушла из-под ног. Я развернулась. Я когда увидела, спросила. Мне сказали, что да, возможно. Я не знаю, как я дошла. Столько говорю об этом все время. И все равно, наверное, прохочу попросить прощения у него за то, что вот так все равно плачу. Он своего сына. На самом деле, это просто то. Это просто я вспоминаю свои тогда чувства. И я себя жалею как бы. На самом деле, сейчас нет ничего трагического в этом. Более того, это вообще не трагично в моем случае. Это даже, скажу, как-то сыграло на пользу мне в чем-то. Ну, может, неправильно озвучиваю свои мысли, но оно так и есть. Именно с рождением ислама в моей жизни произошло очень много перемен. Я как... Что случилось со мной? Со мной случилось то, что я увидела жизнь с другой стороны. Я всегда была какой-то идеалисткой, девочкой из такой семьи. Все самодостаточное. Потом женщиной. Все такое. Все у меня было по плану, по полочкам разложено. Школу на отлично закончить, поступить в институт, выйти замуж, родить детей. Все шло как надо, вовремя, в сроки. И вдруг раз, бах, и вот тебе все. Не так, как ты запланировал. Вот не так. А какие твои самые яркие воспоминания? Яркие воспоминания к нам. Семья собирается в ресторане, в кино, в зоопарки. Моя семья, как первая жизнь, вторую я им подарила. Своего сердца я благодарю их, что они меня родили. Когда мы все вместе бываем в Чикале или где-то в другом месте. Все вместе, это с семьей? Да. Я всегда благодарю Бога, что Он дал мне именно ислама вот с таким диагнозом. Спасибо. Он всегда сможет жить, сам себя обслуживать. Он, может быть, возможно, будет еще даже помогать материально. Прекрасно. Сейчас такое время. Он будет работать, я уверена. И он не будет не сидеть на чьей-то шее. Это то, о чем я думала в первую очередь, что я обременю своих дочерей. Нет. Сейчас всего этого не будет. Все будет хорошо. С рождением ислама, должно было пройти время, чтобы я к этому пришла. Я пришла к тому, что это не страшно. Конечно, возможно, сегодня я могу еще так. Я сегодня еще так говорю. Я бы хотела, чтобы у него не было этой хромосомы. Но если она есть, я его принимаю таким, как он есть. И не только я. Более того, я его приняла позже и хуже всех моих членов семьи. Это одно. А всех моих родственников. Они все раньше его приняли, чем я. Они меня уговаривали, что он будет такой же, просто с ним надо будет больше заниматься. Там вот двоюродный брат. Я не хочу. Я не хотела ничего. Я хотела просто то, о чем я мечтала. Ну вот Бог дал. Он дал мне его для чего-то. Он дал мне его ни за что-то. Как тогда приходят мысли только одни в голове. Я, наверное, самая плохая в этом мире. Что-то сделала не так. За что меня Бог наказал? Нет, он меня не наказал. Он меня вознаградил. Он мне дал возможность. Он мне дал за время, за мою жизнь. Понять, что жизнь, она такая разносторонняя, многогранная. И что можно любить ребенка не только такого идеального, красивого. А можно любить вот такого вот, который где-то не успевает за своими сверстниками. Который не понимает, например, чего-то еще. Или не сделает, или не прыгнет. Нет, но я его все равно люблю. И когда он прыгнет, наконец, я буду его вообще любить еще больше всех на свете. Любое его малейшее какое-то достижение, оно не достижение. Это просто вот умелка какая-то. Она воспринимается как, я же говорю, как, я не знаю, самое вот поступление в институт. Я как будто он поступил, вот он начал прыгать. Вот элементарно. Почему я про прыжки? Им трудно даются вот эти вот прыжки. У них с вестибуляркой проблемы. Ну, тонус тоже, да, слабый. И вот когда Ислам научился прыгать, вот буквально там полтора года назад, ему сейчас шесть лет, он научился прыгать двумя ногами. Ты себе не представляешь. Для меня это такое счастье было. Ислам научился прыгать. Мы сейчас с ним прыгаем. Я с ним прыгал с лестницы. И теперь он с каждой лестницы прыгает, прыгает. Это такое счастье, боже мой. Чем и скольким детям помогает сейчас организация «Время перемен»? Ну, в организации насчитывается более 120 семей на сегодняшний день. Чем мы помогаем в основном? Что я могу сказать? Ну, первоочередная наша помощь и цель, и мысли наши были такие. Объединиться, чтобы каждая мама не чувствовала себя одинокой, не считала, что она одна такая в этом мире на самом деле, потому что такое чувство бывает, такие мысли приходят к каждой. Опять же, из собственного опыта, да, сужу. Изначально было то, чтобы мамы объединить и помочь им психологически почувствовать себя такой же, как все. Первоочередная задача объединить мам и дать им какой-то настрой, силы, она есть. Детям, чем мы помогаем детям? Мы своих детей социализируем. За время существования организации, четвертый год мы существуем, у нас образовались кружки, которых раньше не было. Их можно пересчитать, я могу их озвучить. Это театральный кружок во Дворце пионеров. Раньше Дворец пионеров не принимал особенных детей. С некоторых пор это возможно, и наши дети успешно посещают театральный кружок. И бывают номера определенные, они готовятся к мероприятиям, когда у нас какие-то праздники, они обязательно участвуют. Не только на наших праздниках. Недавно состоялся международный фестиваль, в котором тоже участвовали. Дети даже заняли первое место, именно наша группа деток. Потом есть и кружок осетинских танцев. Тоже с удовольствием ходят, танцуют. И от малого, самому младшему 6 лет, самому старшему 45 лет. Опять же, с удовольствием. Еще раз говорю, это и досуг, это и развитие, это и общение мам, которые сидят, их ждут. И для детей большой скачок в развитии физическое развитие. И эмоциональное, и интеллектуальное все. Потом плавание посещают в ГМИ наши дети, групповые занятия плавания. Там вообще такие невероятные успехи. Дети, которые просто боялись ногой ступить в воду, плавают уже, причем разными стилями. Ну, все наши практически малыши посещают, конечно, занятия логопеда, дефектолога, психолога. Но это не в рамках организации. Единственное, ну вот, не знаю, вот я вот здесь смогла как-то организоваться и с малышами здесь работаю. Помогаю им заговорить, как минимум. А какая твоя мечта? Мечта, чтобы там сродиться с его мужчиной. Моей жизнью. А ты уже влюблялась когда-нибудь? Я уже влюблена в парня при мне, а типов, в роли Сиона Мулинина. Он самый классный, самый красивый. Я хотела стать певицей, когда стану большой. И это моя любимая мечта. Моя мечта, конечно, вот касаемо этой темы, касается моего ребенка. Я, конечно, очень хочу, чтобы мой сын вырос, разговаривал и был принят, чтобы у него были друзья, чтобы он мог себя обеспечить и обслуживать, чтобы он ни от кого не зависел. Для этого ему в первую очередь надо заговорить. Надеюсь, что с этим у нас тоже все пойдет. Вот это, наверное, моя основная мечта, которая касается ислама. Чтобы он был, знаете, как мамы обычных детей хотят, чтобы их дети выделяли, чтобы они были лучшими. А я хочу, чтобы он был такой же, как все. А глобальной моей мечтой, вот как ты говоришь, да, это реально моя мечта. Я хочу, чтобы был такой центр. Я хочу там работать. Я хочу посвятить все остальное, оставшуюся всю свою жизнь. Я по-любому буду с этими детьми. Я никуда от них не делаюсь. Но я хочу, чтобы это было профессионально, глобально, вот в самом большом и развернутом смысле этого слова. Чтобы это было не только, конечно, для малышей, а для всех возрастов. Чтобы туда и дошкольное, для дошкольного возраста определенные специалисты нужны на этом этапе были. Чтобы для школьников после школы они могли прийти, да, и чем-то там заняться, опять же, этими кружками дополнительными, танцами, там, хореография, театральность. Чтобы это все было в одном месте. Чтобы их не таскать по всему городу. Потому что и мамам трудно. Они из-за этого не могут, ну, работать. Многие мамы вынуждены сидеть с детьми, заниматься только их, развозить во все концы города. Чтобы ребенок развивался, им надо заниматься. Это тот случай именно. Любой диагноз, любым, каждому ребенку это надо. А особенным детям это надо особенно. Поэтому мамы вынуждены не работать и возить их. А если бы это было вот так комплексно в одном месте, вот как мы мечтаем, о чем мы мечтаем, конечно, это было бы в идеале. Что для этого нужно? Нужна для этого помощь, для этого нужно помещение, для этого нужна большая финансовая поддержка. Платить все готовые. Мы же не просим бесплатно. Просто, чтобы как-то вот это на самом деле организовать в одном месте. Специалисты у нас тоже есть. Мы бы их поприглашали бы в этот центр. Для детей, для людей постарше, это вообще 18 плюс возраст. У нас это большая боль. Это те, которые в школу уже не ходят. Есть у нас несколько, которые даже техникумы закончат. А дальше что? Дальше что? Нет трудоустройства. Над этим даже надо работать. Хотя они прекрасно могут работать по своей... Вот, например, Маша закончила помощник повара. Почему бы ей не поработать в каком-то кафе на той же кухне? Реально помощником повара. На полдня, на полставки. Опять же, мы не требуем каких-то гонораров или чего. Нам надо, чтобы она выходила в люди, чтобы она чувствовала себя нужной. Чтобы никогда никто, ни одна мама из нас не встретила таких людей, как вот раньше было, когда их не принимали, когда говорили, я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в садик с таким там, или вот чтобы этого никогда не было, вот этого мы боимся. Ну, мы даже не то, что боимся, мы просто вспоминаем, что вот нам рассказывают мамы детей постарше, и считаем, что это все в прошлом. Я думала, что так оно и есть. Сейчас такого уже не будет. Сейчас люди продвинутые. Продолжение следует. Продолжение следует...